Я тут подготовился для того, чтобы записывать видосик, и потом увидел, знаешь ли, приставку, и понял, что надо записать ещё кое-что, потому что зима, она не полна без райстара. Это такая игра, короче, в которой есть одна песня, которая мне настолько нравится. Короче, самая идеальная система вообще паролей. Тут просто на всю игру единственный пароль, который звучит просто как I love you. Ей, Round Select Active. Теперь можно выбрать любой уровень, просто один пароль единственный для всех, сразу уровней. Во всех играх должно такое быть. По-моему, пятый уровень. Тут просто эта песня, вот она у меня ассоциируется с зимой постоянно. Включай. Ей! Даже, знаешь ли, даже играть не надо. Просто вот сюда, когда снег идёт, или когда вот это время зимнее, мне сразу тут вспоминают музыка вот эта. И что, она так классная, я не знаю. Это, в общем, зима не полна без райстара. Кью музяка из райстара, потому что в нём самая рождественская музяка. А мне пришло рождественская, извини меня, посылочка. Вчера пришла ещё одна. И как бы Рождество, именно нормальное Рождество, то есть, которое до Нового года, не которое у нас через 20 дней или сколько там. И, знаешь ли, вчера пришёл якобы Эко Джуниор, и я его ждал целый день. И был такой солнечный день, и было так круто всё. Потом открываю картридж, и там Эко Зе Долфин, которых у меня уже два. И как бы, и такое сразу такая волна, именно такая... У меня просто третий раз уже, когда именно не та игра. Ну, я заказываю одно, приходит другая. Или когда даже в магазине покупаю одно, а в коробке другое. Поэтому я даже сейчас немного насторожен. Это, по идее, ещё одна суперкрутая, которую я именно хочу... Не просто, чтобы она у меня в коллекции была, а... Вау, если это она, я буду, мягко говоря, рад. Ладно, надо открывать. Я открываю так, потому что вчера... Вау, с нужной стороны открыт. Готовы, готовы. Воздуха набрали. Это она. Дэм. Тут, правда, такая сразу вся эта... Кайфузная у неё, извини меня, упаковка, стиль. Тут написано Wolf Team, и это как бы такая подсказочка, что это за игра. Короче, это из вселенной Эрнест Эванс самая нормальная игра. Эрнест Эванс был такой экспериментальный. Там вот эти вот части тела независимо друг от друга двигались. Потом уровни, сами такие странные существа. А эта самая такая играбельная. Ещё есть третья часть из этого, как бы такая... Это, по сути, трилогия, но она, ну, как бы, не сильно... Все знают, что она связана. В общем, ещё есть Аннет Футотаби на Sega CD. И она как Beat'em Up. Ну, как Street of Rage, но, по-моему, на одного игрока. И такая базовая очень, не особо интересно. А LVN, то... Блин, я так рад, на самом деле. То есть, у меня на карте же её никогда не было. Но всегда, когда я запускаю на эмулятор, я как бы в шоке с того, какой там качественный геймплей именно. Это, по сути, как Shinobi, можно сказать, третий даже. Вот именно в плане, там, ну, то есть, движения, там, стреляния, там, всякие уровни. И она такая гритти, вот стиль такой графический, как мне нравится. И даже рисовка такая, кат-сцены. Честно, я проверю. Ну, я думаю, что это она. Потому что Echo Junior и Echo Dolphin, в принципе, ну, понятно, можно перепутать. А эту игру вряд ли можно с чем-то спутать. И, как бы, это одна из тех, которые я когда выбирал, было очень трудно именно... Ой, у меня же я забыл снять. Хоть бы уж красную одел. Было трудно не заказать её. Что-то в ней вот меня всегда, как бы, так цепляло. Притом, я не очень далеко в ней дошёл. Сейчас надо включить и запустить, проверить, она ли это или нет. И, как раз, будет понятно, что это за игра. Короче, уже хорошо, хотя бы, что это та же, хотя бы, соответствует коробка, там. Alright, погнали. Я поставил. Даже не пришлось менять корпус, хотя бы. Потому что у меня в новую приставку не влазят почти никакие картриджи, из-за того, что там вот эта защита. Так, включаю, в общем. Это уже хороший показатель. У меня не все картриджи даже до этого этапа доходят. О, полфтим. Ну, тут уже, знаешь, тут уже сомнений нет. Я, кстати, даже не знаю, что тут должно сейчас быть. Вау, она на японском. Притом, что у меня выбран сейчас английский. Ну, как бы, знаешь, сюжет, какая разница. Самое, самое, кстати, эпичное в этой игре, это вот этот хлопок. Так, чуть-чуть надо яркость уменьшить. У меня теперь пульт, я теперь могу себе позволить. О, вот, классно. Старт. Вот она, блин, я же говорю, она как Шинобель. Тут, получается, а, она как бумеранг, точно. И можно еще ходить вот так вот. А, подожди, а как? Там как-то можно... А, надо держать вперед-вниз и прыжок нажимать. Я всегда запомню, ну, я все время помню, что тут это есть, потому что она классная. И графика, вот, блин, вот, мне вот этот стиль, на самом деле, больше всего нравится. Я, получается, в этой посылке заказал две игры в подобном стиле. Сейчас это взорвет, бум, на весь экран. Тут еще взрывы такие крутые. Хотя, клэп, конечно, это вообще-то такой эпик. О, вот это место тоже напоминает сильно Шинобель. Та-ра-та-та Сейчас если Арнест Эвенс включить, там просто точно такой же звук Все те же самые, ну это же та же команда, даже та же вселенная Там в кат-сценах, если дождаться этих рисунков, то там в начале игры они, получается, вместе с вот этим вот, ну собственно, и Арнестом Его же зовут и Арнест, по-моему, Эрнест О, вот, блин, тут так прикольно Вот этот, ну, когда в Арнест Эвенсе доходишь до какого-то одного из уровней, там точно такой же стиль графический, но он, естественно, управляется не так классно А тут все так четко именно, вот, как в еще одной игре, которую я и заказал, и очень жду, как бы Ты шо, круто Сам факт, что это та игра, и что я играю в нее на картридже, холище Знаешь ли, Christmas is saved Серьезно, блин, вот, оно, знаешь, когда, ну, больше ценится, когда не получается долго, а потом, когда получается, то О, кстати, игра, блин, она такая, знаешь, она динамичная очень, там следующий уровень, я хочу дойти, потому что там Именно, как с 30-фрейдж начинается в плане количества экшена О, тут, 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 сейчас начинка, а, не, 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 это еще не следующий уровень Кстати, вот этот уровень напоминает червяка, ой, спайдермена, короче Ага, дверь, кстати, вот, если заходить в двери, то такие, как мини-комнат, а, ну, точнее, вот, она связана, действительно, получается, с этой дверью То есть, вот я снизу зашел и до сюда дошел, и мне сюда и нужно было, о, вот этот уровень, это вообще Ага, нет, сейчас О, вот, вот тут сейчас машина получается, и сейчас она будет взрывать Взрывы вот эти постоянные Бегают все ниндзи какие-то, машины, взрываются, столько всего происходит Вот эта игра, вот это я понимаю Она, по-моему, меня заливает тоже Ооооо С ножами вот эти бегают, блин Это, знаешь, это как если бы Арнист Эвенс был классной игрой, он был бы вот этой игрой, потому что в нём тоже даже есть эта персонажа, по-моему, Элвенту это как раз её имя, я не уверен, как бы оно не совсем похоже на имя, честно говоря. Блин, она именно геймплейно, знаешь, вот кажется, что я хорошо в ней играю, но я, считай, первый раз играю и уже всё получается так, блин, вот это экшен. По-моему, правда, сейчас босс будет. Ага, тут сейчас типа лабиринта, по-моему, сейчас надо, короче, во многие двери заходить и... Мне так нравится вот эта, как бы, её такая, знаешь, плоскость такая, вот её неотёсанность, вот ранние сеговские игры многие такими были, как бы. Именно, ну, не видно, что, как бы, хотя оно выглядит более-менее объёмным при этом. Так удобно управлять, кстати, я только заметил сейчас, когда на эмуляторе, то оно немного не так отзывчиво, что ли. А так именно вот то, что я думаю, то оно и делает, оно классно. Так, тут про... Я надеюсь, на записи нормально будет видно, это же новый телефон, я ещё на него не записывал игры именно. Моу, я не уверен, туда ли я иду сейчас. О, босс, темп! Аааа, надо было магию использовать, у меня была магия, но я даже не помню всё, самое начало игры. В любом случае, я рад, что это оно и холишь, это успех, это успех. This was a triumph. Что-то там... We do what we must because we can, короче, говори. Christmas is saved. Dude, El Viento. El Viento на... Sehe. На настоящий. Я счастлив. Кто счастлив, я счастлив. Выключай. Музыка. 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 Знаешь, просто елка, во-первых, у нас кайфозная. Сегодня купили звезду для нее и еще расширили. У меня тут некоторые шарики специальные с крутым освещением. Знаешь, они особенные. Тут каждый шарик особенный. И, знаешь ли, на Рождество получать подарки под елкой, это, конечно, круто. Кстати, из этой миски Мартин пьет воду, если что. Она там не случайно. Блин, так и будет вот по окну, это просто отпало одно из веток. Ааа. И, прикинь, если бы я именно... Вот можно сказать, что я считаю ее, ну, достал под елкой. И вот как Happy Console Gamer просто постоянно хвастается тем, как он на Рождество получает, ну, получил в детстве самые крутые игры. И я так об этом представляю. Думаю, ну, круто, наверное. И вот считай, у меня то же самое. Потому что мы заказали ее 9 ноября. И она пришла именно под новый ход. И, знаешь ли, the timing couldn't be any more appropriate. Dude. Holy shit, как бы. Я только снимал вот этот кусок от того, как я, типа, получил вот этот картридж. И тут сразу же заходит, соответственно, ну, папа с почты вернулся, там, он свое что-то приносил. И еще одну коробочку приносит сразу. Я, знаешь, я не стал уже дожидаться, когда он догадается. Как бы до Нового года осталось 3 дня. И он мог бы просто мне ее не выдавать и положить ее под елку. И я бы ее достал. И замотанная она была бы, это был бы лучший подарок. Ну, как бы, у него нет такого, как бы, инстинкта Деда Мороза. Поэтому я сам сделаю вид, что я достану сейчас ее из-под елки и даже сниму этот кусок под елкой, чтобы было эпично. На самом деле мне просто надо убедиться, что это оно и что это вообще такое. Неожиданность этого подарка в том, что, ну, сообщение о том, что оно пришло не приходило. И ему, как бы, вместе с другой посылкой вот это еще и дали. Про эти игры мне много чего надо сказать. Это такие уникальные, которые я мог только там найти. Это, короче, на Алиэкспресс сейчас производят картриджи, которые, в общем, даже никогда некоторые и не издавались. Например, там есть даже моды на Соника, которые, по сути, ром-хаками являются. Которые, естественно, ну, не лицензионные. И они, ну, берут все подряд ромы, какие могут найти и публикуют их на картриджах, как бы. И я, когда были скидки небольшие, отобрал самые крутые пять игр, которые мне вообще, ну, самые-самые, короче. И, по идее, если тут то, что я думаю, то тут должно быть, по-моему, около трех картриджей. Там так совпало, что в одном магазине аж три нашлось. Это, похоже, оно. Факинг чеет, как это может быть не оно? Это три картриджи. Я, самое классное, знаешь ли? Что? А-а-а! Там я увидел и сразу обмороз по коже. Я, кажется, что я притворяюсь там, но не совсем. Так, ладно, пошли отсюда. Мы поняли, да, что елка уже. Мне тут неудобно, на самом деле, это все рассказывать. Holy shit, dude. Это все-таки оно, как бы, три коробки. Я увидел среднюю и вторую. Просто самое классное, что я заказал их 9 числа. Сейчас 27 декабря. Я в ноябре заказал. Соответственно, полтора месяца прошло даже чуть-чуть. Я не знаю сколько. Ну, короче, много. Я успел забыть уже, какую я еще заказал их. Я вспомнил. Так, ладно, сейчас все. Я сейчас рандомно хочу. Блин, во-первых, как классно вообще, что картриджи являются в таких удобных штуках. Вот их просто даже держать круто, особенно когда в таких мягких штуках. Так, первое. Damn it. Подождите, а что? 8-Bit Mega Power! Valis. Valis это такая игра, которая... Holy shit, у меня есть Valis. Сейчас надо проверить. Я даже не знаю, с чего начать. Вот я когда выбирал, полчаса выбирал, там есть видео, где я вообще не знаю, как бы у меня... Я час целый или больше где-то... Я целый день, на самом деле, пытался выбрать, какая из игр, которые мне нужны, мне больше всего нужна. И Valis я не смог отказаться. Я в тот день немного поиграл и понял, что я хочу на приставке это пройти прямо. Сейчас я запущу и покажу, объясню, почему она мне так нравится именно геймплейно. И почему я так рад. Но, конечно, самое обидное, что мне пришлось заказать вот эту вот коробку не очень прикольную. Потому что она на английском хотя бы. И плюс вот это вот она влезет, короче, в мою приставку. Ну, вот эти вот... Сама Shell, так называемый, короче, для моей приставки подходят. Но мне, конечно, больше всего нравится оригинальный артворк. Он такой, знаешь, задумчивый такой. Она просто как стоит такая, смотрит вдаль и такая просто в форме. Ну, то есть нет такого элемента совсем фантастического такого волшебного всего. То есть тут чисто какой-то воин сражается с монстрами. И это не отображает суть игры. На самом деле там... Она достаточно такая драматическая игра. И вот это непонятное в ней ощущение такое. Ну, я на самом деле не во все играл. Я третью прошел в свое время. И во вторую вот только недавно поиграл на TurboGrafx. А в эту я, собственно, даже не играл еще полноценно. И я как бы счастлив, что она теперь у меня есть на карте. Сейчас запущу проверку. Ну, я думаю, это она, потому что как бы у них соответствует. Что в коробке, то и на коробке. Окей, это... Я не настолько как бы рад этому, потому что это более-менее такая обычная игра. И опять же, она на LVM-то похожая геймплей. Ну, я сейчас ключи покажу. Больше я, однако, знаешь ли, excited о этих двух играх. Я даже... Я даже не знаю, с какой начать. Ладно. Начну с самого класса. Ааа! Просто, знаешь, как бы шок. Ну, то есть, блин. Это надо видеть. Оно просто такое качественное еще. Именно полноценно так именно оформили. Genesis. Это, короче, неизданная вторая часть игры Принц Персии. Которую официально издали только на DOS, Mac и SNES есть версии. И на Sego, оказывается, тоже была версия. Говорят, что хоть она и называется Beta, но ее пройти можно. В ней все есть, фактически. Я об этом не знал до этого года, пока не увидел ее на, там, Aliexpress. И я в таком шоке. Я не мог ее не купить. Потому что на картридже ее никогда не издавали. Теперь у меня есть Принц Персии вторая. Одна из моих любимых игр вообще. Которая еще круче. Блин, у меня сейчас реально мороз по коже. Я могу притворяться, но мне не надо как бы. Потому что... Это просто игра, которая не существует. Теперь она у меня есть на коробке, на картридже. И я смогу в нее сейчас поиграть. Что еще надо? Знаешь... Ааа... Ну, знаешь, такими волнами как бы шок. И еще одну, еще лучше, знаешь. Я не знаю как это... Я просто когда первый выпуск снял, 6 выпусков назад или даже больше. Я не думал, что когда-нибудь найду эту игру. Потому что эту точно никогда не издали. Но я когда у соседа еще, когда у меня не было компа, играл на эмуляторе в разные игры. Я увидел эту. И она называлась там... Rescue Game Which Is Not A Shoot'em Up. Такое название. Типа... Игра о спасении, которая не шутят. И она мне так понравилась. Там геймплей классный. Там все такое мелкое. Почти как туррикан, знаешь ли. И ходишь, спасаешь. Там много чего надо делать. Я в нее очень... Ну, достаточно много играл. Но на картридже я потом узнал, что она никогда не издавалась. И, оказывается, недавно сами оригинальные разработчики такие... Возмутились, что они зря что-ли так старались над ней. И выпустили ее ROM бесплатно. И теперь Авиэкспресс взял его и опубликовал на картридже на настоящем. Rescue! Понимаешь? Это настолько... Принц Персии 2 и Rescue. Это две игры, которых не существует официально. Но они у меня есть теперь. На картриджах. Я смогу играть на Sega в игру, которую я играл в детстве. Которая не... Holy shit! Оно просто, понимаешь, уникальное этим. То есть, понятно, есть там Everdrive, как флешка. Куда ты закинешь любые игры и можешь играть на приставке. Но это не то же самое, что картридж, как бы. И я бы ее не смог нигде найти. Потому что ни у кого... Ну... Официально ее не издали. И значит, о ней никто не знает. Но она, тем не менее, очень крутая игра. Сейчас включу, покажу первый уровень. Там очень классно. И, блин, с Персии 2. Как бы... Почему его не было на Sega? Ну вот он у меня. Гру... Еще такая классная, как Mega Drive. И, блин, оно качественно, кстати, оформлено. Тут хоть и, ну... Не написано, что Sega просто нас сбит и всякие такие эти. Но... Сама сборка, как бы, классная. И в приставку мою легко заходит. Потому что не все игры у меня в мою приставку новую подходят. А эти... Я в шоке. И самое прикольное, даже у них видно по ним. Вот тут подписано, собственно, ну... Принц Персии 2. Rescue. Holy shit. Это оно. Однако надо снимать видео теперь. Alright. Are you ready? Are you freaking ready? Elviento. Принц Персии. Rescue. И Валис. Только я, наверное, в другом порядке. Чуть-чуть. Наверное, все-таки на танку большую. Потому что... И Мартын, конечно же. Вот это все зрители моих видео так реагируют. Я просто хотел, собственно, сам момент... Ну, картриджа, вот так вот, запускание. Ну, чтобы не записывать отдельно. Потом... Короче, ладно. Alright. Каждый раз так говорю. Погнали. Я начну с наименее такой редкой, как бы, игры, которую я уже запускал. То есть, более-менее знаю, как она должна идти. Это не будет таким уж торжественным событием, как та, которую я вообще не играл. О! Это всегда хороший знак. О! Да! Это оно. И... Причем тут не должно быть звука, кстати. Там в... Вау! В графа... О! И на английском! Weeeee! This is funny weather. Что же со звуком? Он как... Глючит немного. Он не должен так, ну, такой... Випение. It was fine until just a minute ago. О! Такая прикольная история именно. Сейчас, по-моему, монстры нападут на весь мир. Страшно! Хе-хе-хе! Окей, слишком долго, знаешь. Хе-хе-хе! Хе-хе! Хе-хе! Хел е! Phantasm Soldier! Она такая, знаешь, сразу столько Теншина, такой экшен пошел Блин, и вот, вот Мне, понимаешь, мне очень нравится такой тип игр Как бы это описать Вот это ранние такие Вот она, по-моему, вообще 90-го года вообще Когда еще все такое Глючное, 8-битное Такое, ой, а что она? Ага Так, как подкат делать Я только шел, вроде смог Вниз, вниз прыжок? Нет Прыжок Я же говорю, очень сильно навались Ой, на Alien-то похоже Кстати, ой, и песня, точно Мне вот это, кстати, я ее запомнил Или я ее слышал просто у этого У Happy Console Gamer слишком часто Он провалец, кстати, всего один годосик сделал А она достойна Как бы большего Ну, она ему не сильно нравится, короче говоря О, вот, вот она стреляет уже, е-е-е-е За пам повара А как же подкат делать? Там можно, там оно классно Типа Вперед вперед А что ли? А, да, точно Я обычно А вообще не нажимаю в играх Потому что Обычно эта кнопка Заставляет Магию использовать или что-то там тратить О! Прикольный сеттинг, понимаешь? Обычный город такой И чисто бегаешь Вообще ничего необычного Кроме того, что монстры Хотя она этим немного напоминает Shin Megami Tensei И вообще японская, знаешь ли, эстетика Я не смотрю даже всяких аниме Ну, точнее Мне даже обидно, что я не ценитель их То есть У меня не хватает, что ли, терпения Там, ну, я вообще не люблю смотреть Именно статичное что-то Там, фильмы, там, мультики Что бы то ни было И аниме из-за этого, как бы, тоже Для меня это что-то такое Не особо, не мой жанр Но Сама вот эта эстетика Вот в этих вот играх Это, как бы, вот Я не могу не Отмечать, насколько она крутая Атмосферная, по-своему Такой, реально, свой жанр И именно первая Кстати, я именно первую часть хотел Заказать купить Третью я почти прошел Но она, ну, не такая атмосферная Короче говоря А вот первую я запустил И понял, что, вау Я хочу в это играть на карте И вот, собственно, это случилось Неужели? Я, по-моему, вообще тот раз умирал В конце первого уровня Она сложная очень Но будет круто, тем не менее, ее проходить О, вот это, по-моему, Subway О, да Именно в метро такой спуск Блин, тут так все, знаешь, по-сеговски Так как-то неописуемо Я даже не знаю, как это объяснить О, метро Блин, классный стиль, графика Вот эти самые ранние Первые, от 90-й год В 89-й там И до 92-го года Вот самый прикольный стиль в Сеге Потом уже начали Слишком прокаченные делать игры в ней Там трехмерные полигоны Там всякие эффекты Particles и прочее Короче, слишком круто стали игры выглядеть А пока они вот так выглядели Я в восторге Это реально мой любимый тип игр Вот получается Shadow Dancer Valis Еще, ну, Shinobi Остальные два И... В таком же стиле Ух ты Double Power Sword Круто Я последний раз играл только во вторую часть И там тоже были апгрейды всякие Блин, классно Две ячейки для разных этих А, и Rolling Thunder Отличная игра Она... О, тут, тем не менее Заставка есть Псигносис И... И... Холи шит Трехмерная заставка Стил Принца Персии Но без, как бы, комментариев Потому что не мог снимать А сейчас и Rescue Я тоже не успел записать Поэтому сейчас вот это Фактически первый запуск Игры Rescue Именно как следует В тот раз как бы не считается Так, чуть-чуть яркость уменьшить приходится Потому что у меня на МТСЦ Пересвечено слишком Все становится Тут еще и сюжет Вообще, вот так обидно, да Эта игруша Она, как бы, уже почти полностью готова Но не издали ее И, как бы, она была бы крутой Если, ну, мне кажется Как бы, ценители Сеги Бы ее заценили Если бы она вышла на картриджах А так Until... Окей, я пока Не настроен особо Кредит даже Окей Так, ну тут все понятно О, вот это, конечно Вначале кажется, что Можно только летать И от этого игра Не кажется такой уж крутой Как бы Прикольно Ой, так, сейчас Корабль, кстати, неразбиваемый Надо вот так вот И снизу Удобно, кстати Мне всегда нравилось Как он тут, короче Вот Когда он Сейчас Когда он атакует Он может про Ну, в узкие пространства Попадать Так, вот На самом деле Здесь суть игры Это вот Когда держишь долго вниз То из него выскакивает Собственно, персонаж Так, оно Б прыгает А стреляет А С разговаривает Классное управление И он, конечно Не такой мощный Как когда он в машине И вот тут игра Конечно, больше всего Напоминает О, вот эти мины Они опасны Мне нравятся такие игры Когда все такое Компактное Мелкое Например Ну, вот Прям как тут Именно не такое Как в Человеке Где уровень Такой весь Огигантский Бесполезный Так, так, так Сейчас, сейчас Как бы это сделать О, есть Так, и теперь Другой Вот это Да, вот А, а, а Jetpack у него есть Я забыл Тут, короче, по-моему Если держать Вверх То он летит ну, я пока не буду тратить. Там еще просто понадобится в некоторых ситуациях. Вот это, о. И вот сюда их надо приводить. Thanks for saving me. И он такой, он телепортировался. А чтобы запрыгнуть в корабль, надо вверх нажать. И блин, оно классно, оно удобно, знаешь ли. О, тут еще один будет сейчас. Вот тут нельзя приземлиться, пришвартоваться, поэтому надо, вот тут, тут сам корабль как бы физически занимает место, поэтому нужно учитывать. И тут надо, как бы, подсчитать. Высокий, ниже, ниже, и уже можно. Погнали. Их тут может задеть тоже. О, есть. Так, все, погнали. Оно сложно на самом деле. Там дальше особенно, когда пойдет. Правда, уровни более-менее похожи становятся дальше. О, тут, по-моему, тупик. Да. Я так все это запомнил на самом деле. Классно, что корабль полностью неразбиваемый. Потому что, например, X-Ranza похожий стиль. Там ты с кораблем как бы неразлучим. Но корабль при этом повреждает. О, вот это выход уже. Чтобы он открылся, надо всех спасти. Собственно, игра поэтому так и называется. Rescue. Оу. Так, новая ловушка. Окей, я думаю, тут хорошее место. Тут не хватает чуть-чуть места. Ага, ну тогда вот тут. Игру Moon подшел... А, Moon Taxi есть такая игра старая. Она мне на телефоне... Так, вот это кажется, что мост, но это на самом деле пропасть. По ней нельзя ходить. Тут надо перепрыгнуть. По-моему. А, не уверен. Вот, по-моему, там, где в центре, там, короче, пропасть. Поэтому тут лучше прыгать. В любом случае. Ох ты, тут два еще. И надо по очереди, похоже. Ааа. Вот тут я... Ой, все, блин. Еще и меня ранило. О, о, восстановили. Ух ты. А как? Так, давай, давай, давай. И теперь аккуратно. Я не знаю, правда, как мы тут пробежим, успеем. О, давай, пробежай. О, нормально. В другую сторону обычно не получается. На карте же, кстати, немного по-другому управляется это все. Такая полноценная игра. Вот мне обидно. Ну, точнее, непонятно вообще, как она доведена была до конца и не опубликована. Ты что, такая именно потеря для игрового мира. О, есть. Еее. Все, следующий уровень. Simon briefing, minors you rescued are back on their mothership and say bonus points awarded. Minors, 5000, больше, чем 20 тысяч. Prepare for an access, Simon. Такой еще командир какой-то непонятный стоит. Access code. О, тут есть даже пароли выдают. Flays. Flays это код. Good morning, Центуре. There are six minors to be rescued on this assignment. Surveillance has discovered more enemy weapons systems, so be cautious. Minors waiting to be rescued often hold important objects that will help you with your mission. They will give them to you once they are safely teleported. Ага, ух ты, круто. Я, по-моему, даже музыку помню. Я же говорю, я в нее играл у соседа на компьютере, такого, ну, там, вот, Pentium 2, по-моему, вообще, то есть не очень хороший компьютер был. О. Follow me. Okay. И, ну, зато там сеговские игры шли, и я там перепробовал большинство игр, которые уже потом... Ага. Так, ну, давай. Как там, Цент? Wait here while I'm back. Follow me. О, есть. Thanks for saving me. Ага, это значит обычный. Так, там внизу что-то было. О, еще один. А-а-а. Оно опасно. Так. Вау. Классно же тут стены хотя бы, ну, пули сквозь стены не летят. Так, давай, давай, давай. Сюда. Они не совсем умные. Я, кстати, иногда... Ну, я же играл Bubble and Squeak, и я как бы удивился тому, насколько там классно... О, thanks. Ну, AI действует. То есть там реально следует за тобой. О, по-моему, все. Что-то я на себя запомнил. Тут, получается, когда держишь выстрел, то он стреляет с определенной частотой. Но если в стены стреляют впритык, то оно как бы ускоряет. Я этого помню, блин. Так прикольно вспоминать, на самом деле. Причем я же на компьютере играл. Ну, совсем по-другому. Я не знаю. О, вот. You can have a... Ruby security disk. Вау. А, или you now have. Так вот, да. X-Ranza, получается, в нем... Ты как бы с кораблем не разлучим. Но корабль, у него отдельный, как бы, health point, и поэтому труднее. Там все время тебя все повреждает. А тут, как бы, ощущение безопасности. О, you can reach my friend below by using the hidden passage. Вау, это где это? О. Hidden passage, говоришь. Интересно. Ну, 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 прыгай, прыгай, что ты. Come on. Ну. Такие умные. Так прикольно, на самом деле, играть в игру, которую... Ее тупо вот ни у кого нет. Потому что, как бы, ее, ну... Только специально можно сделать. И разве же через Everdrive запустить. Ну, это же совсем не то. Ну, в смысле, это не картридж. А так, именно, вот, как бы, при... О, ну, может, там тут. Притворяться, что она существует. Так, прикольно, так. Hidden passage, говоришь. Вот это, как Blaster Master. Кстати, Blaster Master 2 тоже офигенная игра. И я очень хочу ее тоже найти. О, вот тут, мне кажется. Вот это похоже на Hidden passage. Как бы, слишком подозрительно она ведет вот так вот. Да, вот. Так явно. Уритки. О, вот. Я... Такая... Вот, кстати, что еще круто в ней? Что, получается, мелкие персонажи. И от этого уровень, собственно, дальше видно в нем все. И мне всегда такие игры больше всего нравились. Которые... Вот, например, то история, если взять. В ней гигантские персонажи. Но ими неудобно управлять, потому что... последний hidden bonuses говорит мне интересно теперь мне просто они нужны мне здоровье как бы отнялось хотя не так уже сильно я на самом деле немного тут сейчас переживаю что сильно огромный получится так называемая демонстрация но это летсплей по сути ладно hidden не hidden а bonuses все next так брифинг fswkm хорошо что я записываю мне не надо и на бумажку записать ready for more once again there are five save them to save them you will need a dynamite part of the cave floor to get ok ok ооо я по-моему до сюда не доходил но я не помню по крайней мере именно раскладки этого уровня оу тут смотрю тут сверху можно сейчас я поставлю корабль они тут нельзя сильно мало места ему нужна горизонтальная поверхность моют это никак не достать я хочу сейчас еще джетпак и как бы испытать и продемонстрировать потому что его ни разу не спадет там сверху да там так теперь сюда и погнал по а о и сюда вот если бы и держать как сейчас или вверх по моему просто вверх а он еще так быстро и сильно ухты и вот это вот слева желтая ну или зеленая не знаю это а о ого разбился это собственно количество голючего о бонусы блин а как а как там не упасть вот это крутится прикольно так надо б держать или вверх о да вверх когда держишь то он медленнее опускается ага тут я был уже так сильно еще ты шо но оно ну достаточно мало расходует энергии таким образом им пользоваться выгодно даже все я в корабль я же говорю офигенная игра оу вау бим бэк ту щип стилки о это я ключ нашел круто он мне сейчас пригодится где-то ага тут еще бонус они именно хотят чтобы я без корабля тут я шел вверх желательно не нажимать конечно в процессе игры чтобы не тратить горючее вау кто это он кстати достаточно ну не то есть именно летать тут нельзя тут 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 она такими рывками как но желательно не тратить эту горючее зря оу тут похоже как на тайный ход ага уау оно опасно реально блин о класс тут сразу же чекпоинт почти все здоровье отнялось о есть вот они еще и два тут а как я похоже не смогу тут уже да а есть я как раз хотел выключать серьезное смысле как раз хороший повод классная игра веришь нет урайт на самом деле прошло еще три дня и она не рассчитана я короче принца персии наконец-то запускаю как следует в тот раз я его запустил но я не мог комментировать потому что пол полон двор людей новый год все-таки и сейчас вроде как можно записать пару минут я хочу прокомментировать то что я тогда не прокомментировал то есть перри первый запуск это типа первый запуск но поскольку я уже запускал то я уже примерно знаю чего ожидать вот например вначале они пишут что тут конвершен еще псих носит знаешь ли оу такая полоска огромная сейчас это запись по нормальному включу ну вот вот так так думаю будет лучше звук 100 раз она прям орала сильно сейчас вообще нету звука раз он тут уже должен начаться это я не тот получается стереоканал поставил в качестве звука сейчас белый провод поставить вместо красного но тут получается звук только с одной стороны если так а или эту просто в моно звук возможно кстати интересно так сюжет поддая кстати прикольно тут катсцены все какие были и в доз версии и кстати красиво так выглядит в оригинале тоже мне нравились так а цены и собственно стиль вообще и как там все а тут вторая часть более круто управляется во первых вау такие прям графа вообще как фильм and a young lover's well for 11 days сегодня же на 19 дней ого вот первое что меня радует больше всего в этой игре что тут пароли есть их наверняка тут не так уже много и ну получается тут ну нету сохраней потому что даже в доз версии и в мак версии приходилось сохраняться руками я ничего не нажимал это катсцена пошла что это не он это короче султан креотился в него принцесс why do you look at me so strangely how dare you speak to the princess это вот это султан на самом деле guard sees him sees him don't let him get away don't worry my dear he won't get far и видно кто это о и все вот это вот уже начало игры вот так это произошло ого все уже игра а а нет это не игра круто короче что есть пароли потому что даже в доз версии приходилось сохраняться неудобно так все я начинаю потому что там невозможно так во первых управление странное очень не такое как на сеге тут бить нужно кнопкой c которая вообще не использовалась все и собственно две кнопки было а для всяких действий б для прыжка а тут тут наоборот тут короче вот например если c это достать меч а если держать б и вправо то он разворачивается очень полезное движение я в тот раз долго его пытался узнать блин она на самом деле выглядит невероятно просто то есть даже лучше чем доз версия на снес она просто ужасно выглядит почему-то здесь как-то это не так уменьшили разрешение удачно что как раз ну так как на так не тут враги конечно славники пока я прям хочу немного добраться уже до тех мест где враги собственно будут опасны хотя она очень громкая максимальной громкости все равно громко так вперед и б о нет небо так подожди подожди как прыгать а я попробую вверх нажать я не уверен нет вверх о да так я не знаю какую кнопку держать но я успел так разворачиваемся держим вверх и удар я не знаю как прыгать все еще третий экран уже я все еще не знаю так давай переходим оу он уже так а так тихо тихо все наносится прыгать еще раз я уже уже вроде как учился кстати справа на самом деле есть что-то если сейчас вот так вот прыгнуть правда запрыгать лишь не получается блин тут кнопка вверх прыгает как бы но то есть надо держать именно диагональ это очень удобно на себе сделать вообще нереально он на себе было все прыжок это кнопка b а тут наверно а о да а это как как также действует как кнопка вверх то есть если нажать вперед а там привет вот да все таки там что-то было и внизу наверняка можно представить что там такой как базар или что такое потому что дальше мы спускаемся с крыши там видно что собственно на поверхности находится такое красивое вступление но по-другому заставляет ощутиться игру и даже кажется что она от этого такая вся она именно как именно приключение вот это тысяча одна ночь там всякие то есть с этим соответствует потому что в первой части вся игра в подземелье как бы находится от этого трудно представить что есть еще что-то так а и c кнопка c вообще так ладно ладно сегодня сейчас не надо так с разбегу а и теперь я не уверен какую кнопку я на всякий случай все вообще нажимаю так c вверх удар а фух все так сейчас еще один придет а нет он прыгнет так если вот так и теперь вот так все фух надо надо научиться цепляться за край например если я нажму вверх то он сейчас перцепится и упадет а если нажать вверх и а нет то он тогда запрыгивает а это как так же самое как стрелка вверх действует то есть если а и б допустим о б б это тоже действие может б это это красота о вот да и мне так не хватало этого движения я в первый раз его делаю я в тот раз не успел понять как это делать а вот сейчас тут надо остановиться аккуратно будет а нет сейчас тут надо прыгнуть а теперь п о класс это наи дальше куда я добегал так ну все тут начались аккуратно подойти к краю вот и спуститься вот так вау вот это то о чем я говорил так то сейчас охранники прибегут их тут бесконечно поэтому тут надо бежать класс даже вода двигается так то сейчас надо прыгнуть с самого края и б нажать блин я не Я из самого края прыгнул. О, круто тут чек-поинт. Интересно, где тут пароли напишут? Сейчас получится второй уровень, это такой как остров. Мне так нравится там вообще. А? О, да. Б. Фух, есть. И вверх. Это так эпично и выглядит, и это реально сложно было сделать. Вот я первый раз не смог. Вот это классно, кстати. The prince leaves Persia as he arrived. As a stowaway on a merchant's ship. Я это помню. Password. M-Q-Z-L-M. Если на камере не видно. У меня прогресс. Сейчас не хочу задерживать. Вот этот мне так нравится. А, и тут к сожалению таймер поставили. Причем даже не обоснованно как-то. Непонятно почему. Вау, оно реально выглядит лучше, чем на... И... Мне просто вот нравится же тут получается... Вот на оригинальной игре. Сеговской. Так, вверх немного как будто много слишком цвета. То есть оно как пересветит. О, вот, вот так. Камера вот этими линиями сходит. О, мне теперь очень тускло, но зато... Ой-ой-ой, что просто шло? А, я наверное нажал старт и потом случайно restart level. Вау. Вот это классный лев. Вау. Вау, там даже черепа видны на стенах. Кстати, Monkey Island напоминает. Так вот, да. В оригинальном принципе в Сегове там же свой движок. Там он двигается не по клеткам, собственно. А, ну... А если туда... А, тут как тупик. Интересно. А, ну, там как бы он не привязан к местности. А тут именно четко по клеткам, так как в оригинале. И даже бой в таком же... Вот, сюда можно меч застать. И так, блин, класс. Вообще, вот, движок. Просто, ну... Единственный способ полноценного Принца Персии на Сеге поиграть, это на Sega CD. В котором, собственно, движок похож на то, каким он должен быть в Apple-версии и в DOS-версии. А вторая часть, она поскольку не была реализована на Сеге, то и... О, так. Сейчас... А, нажать. А вот дальше я не помню реально. Так, ну, если бы прошел... О, да. Только тут, по-моему, оно не откроется. А-а-а, я вспомнил. Короче, надо было сначала на вот этот блок, потом... А, надо, надо, чтобы все убрались. А-а-а, я вспомнил, да. Тут, тут как бы надо методом проб и... Методом ошибок и ошибок. Музяка, конечно, не очень, причем даже, ну, не только в этой версии, во всех. Так, если сейчас подойти... Смотрите, сначала, получается, надо залезть на первую. То есть, они, по сути, все должны быть опущены. Так, это я нажал так, сейчас если... Вот это... Теперь... А, нет! По-моему, я как раз должен не наступать на... Вот эту вот единственную, которая с черепом. Она же как бы с намеком там. Причем, я даже не помню, было ли... Был ли череп нарисован на... Ой. Если я сейчас... Прыгну. Потом прыгну еще раз. И пробегу. Вот. О, да! Я это забыл, но классно было найти. О, вот. Так. GQGLV. Блин, тут, на самом деле, просто, ну, действительно темнее. Потому что сеговские цвета. Действительно отличаются. Оу. Тут так все... Ааа. Так нереально. Вот реально... Вот. Реально нереально играть в Принца Персии полноценного на... Так. Кто-то, по-моему, нажал кнопку. Мне, по-моему... Нет, мне сюда не надо. Я знаю, что мне сюда не надо. Я помню, что она направо. О! Взяли. О, а тут что? Ух ты! Можно... Как во флешбеке. Так, вот эта тоже штука. Теперь вот так. Ааа! Я не зацепился! Ааа! О! Скелет, который живет и... Ааа! Будет за мной идти. Так. Мне, на самом деле... А ну, она отсюда аж допрыгнет. Или... О, да. Классно. Под две айты даже. Так вот тут, по-моему... Да, вот эта ломается. А сверху... Сверху что там тоже, по-моему, было? Нет. Оу! Было! Да! Там что-то есть. Ха! А шо там? Начинать сюда. Ох и музыка. Оу! Так. А или Б? Б? О! Это чисто здоровье. Чисто для этого. Норм. Так. Ааа! Эх! Так жалко, на самом деле, что мудяка не очень хорошая. В Сеге офигенная музыка. Особенно на четвертом уровне. Ну, та, которая более-менее веселая такая. Да и все мне нравятся. Они такие минималистичные. И чисто вот Сеговский чип используют на максимум. Так. Вот эту кнопку если нажать, то вот эта стрелка, которая слева от этой кнопки, она выстрелит таким... Типа дротиком отравленным. Оу! Дверь закрыта. Так. Ааа! Теперь стоп. Теперь вот так. И... А ну если Б нажимать... Не, надо вперед. О, вот. Оно меня не ранило. Так, сейчас будет... Ой, вот тут надо успеть. Тут... Ааа! Или тут надо, короче, не... Перепрыгнуть эту кнопку. Она закрывает. О, вот. Вот так. Тут сейчас невидимые ловушки, в которых лава, по-моему, будут. Так, я лучше перепрыгну. Классно, что кнопки видно. Вообще, вот это вот первое только такое подземелье полноценное. И оно очень запутанное. Его надо, ну, много раз перепроходить, чтобы узнать, как что делать. Так, внизу. Внизу, по-моему, там стена с шипами, которые лучше не приближаться. Уф! Вот лава. Вот к ней, кстати... Возле нее вообще нереально узнать, где можно стоять, где нет. Она как бы больше места занимает, чем на самом деле. Так. Если вперед и А. О, есть. Так, и теперь С. Надо быть готовым. О! Ха! О! Он убиваемый. Да. Вот. Все. Его нужно, на самом деле, желательно в лаву столкнуть, но не обязательно, потому что можно просто убежать. Аааау. Ааау. Или нельзя. Ааааааа. Вау. Там целый мост обрушенный. такая игра, блин вот тут она превращается в обычном принципе версии, как бы вступление дало надежду на то, что она будет другая, но она на самом деле такая же все равно, знаешь ли, все равно круто так просто странно на Сеге нажимать вот это Б чтобы это все сделать, как бы непривычно, понимаешь это невозможно описать но это круто и он так как-то плавно двигается ну не сильно быстро вот в Сеге, например, он неудобно им управлять короче говоря а как вот эта дверь? о-о-о, открыто ой-ой-ой, не туда там внизу просто шипы они могли разбить не доверяю я этой штуке но проверю, ладно о-о-о, экстра, круто так, я так понимаю вот это не открывает дверь о, открывает а внизу зачем кнопка, интересно а, любопытно, знаешь ли так я хочу знать а, вот, это тоже закрывает а, точнее, только это открывает о-о-о и выбраться нельзя а, а как? ты что? ну я дальше сам буду играть потому что, о, мне, кстати, интересно на самом деле, как пароли вводить я не помню уже, какие там были но я, ну, просто не был на экране пароли там, получается, в ДОС-версии же этот комментатор ну, голос чей-то это все говорит так, энтер паспорт похоже на, ну, на сеговский вариант ну, шрифт немного и там, правда, на черном экране ну, без всяких, без понтов а то, например, в Райстаре там пароль, это, ну, вводится такой лентой из букв которая крутится в соответствии так, что-то там GQLV о, GQGLV пытаюсь вспомнить о-о-о, я запомнил пароль я не запомнил, на самом деле я его, как бы, ну ситуационно я помню, что там было две буквы G и они с этой, как бы ну, как ассоциативно мне напомнили типа Гоголь в нем тоже две буквы G мне, кстати, на самом деле дальше уровни не очень нравятся там, где, короче, змеи всякие пойдут опасные оно так сложно там, там, там толчаться нужно все время а то ползать под такими лезвиями так, ну, тут явно вот эти вот обрушатся о, ну а, это чисто обычный а, я ж держал B он не зацепился там столько вариантов на самом деле очень путают когда слишком много вариантов хочется уже сначала изучить уровень а потом вот на сеге, что интересно мне хочется именно играть полноценно потому что на компьютере как-то у меня никогда не хватает терпения именно долго исследовать уровень за компьютером вообще играть по сути не очень прикольно а на сеге именно хочется даже задержаться на одном уровне перепройти и во много раз запомнить именно лучшую стратегию придумать так, она и следует сюда странное место если тут ничего нет то почему сюда можно поднять о, вот что-то есть окей и теперь интересно там тоже может быть зелье в принципе потому что по сути это первый уровень игры как бы то было такое вступление эпичное а сейчас о аааа прикольно да вот та вот стрела она получается да а для того чтобы ее разбить нужно получается разбить вот ту вот плиту которая над ней находится оно если сейчас упасть о, нормально так так и теперь теперь да, наверх теперь смотри как я хочу подойти сюда теперь прыгнуть и побежать ох идеально и теперь нужно на левый край запрыгнуть и оттуда запрыгнуть наверх и тоже упасть так как я только что упал потому что сама по себе стрелка не опасная так вот так и вперед вот это даже логично как бы ну он как бы типа ее подтолкнул и вот все теперь она поскольку завалена то она не выстрелит когда я нажму эту плитку так только я не уверен что это дает зель это чисто чисто лечилка окей классно все равно выглядят эти ну скалы стены реально обжито настоящие так ну гладкие вот эти вот собственно нету стыков там текстур не видно что она из блоков состоит как бы из кирпичей обычных как бы как даже в первой игре о музыка стала лучше показалось и тут по-моему тупик о о вот а вот та кнопка вот там справа это наверняка от главной двери да от выхода от этого уровня мне туда нужно добраться он тут вроде легко так с виду ничего сложного ну я целый уровень прошел это достижение на самом деле так 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 тихо тихо лава кстати классно выглядит она именно так ну очень непривычная именно для этой игры что тут столько деталей вообще и такая она объемная она еще объемнее чем в первый раз чем первая часть о RQ NBG как Рон но при этом BG вот все хорошее это мнемоник по-прежнему 75 минут я сейчас на городу мне кажется тут это глюки если окажется что тут время на самом деле не считается и не тикает и она без ограничения по времени а по-моему первые уровни как раз же и без ограничения они просто показывают по инерции но они должны показать кат-сцену после этих уровней о том почему время собственно отнимается там типа принцесса начинает болеть или опять ее этот султан там проуклил или типа того и тогда будет повод времени отчитываться там часики будут тихать а пока по-моему так и было я очень давно играл просто уже не помню можно вот так или нельзя вау там же не видно там они закрыли вот этими колоннами и соответственно ты что оно внезапно о время отнимается все-таки 74 минуты я просто а нет оно с этого уровня начало отниматься а да возможно да я понял кажется так сейчас если вот так и вот так и б о вот вот да по-моему тут только так и нужно о ну даже запомнил что у меня 4 этих здоровья очейки вот это вообще так странно как туда добраться он же не допрыгнет вот так вот вот я нажал вверх и как бы оно издевательски как бы о если вот так о да так а ну а ну это чисто лечилка а я тут был уже ага это как альтернативный путь блин прикольно так так классно именно заново ну как бы не знать куда идти уровни исследовать постепенно там запоминать изучать потом правда придется ввести пароль и чтоб времени тратить пройти уже зная как это проходит оу тут кстати нужно тихо тихо о хорошо что он ждет хотя бы так тихо тихо тут очень опасно тут шипы надо его толкать срочно надо не блокировать надо чисто наступать все я не могу не могу пройти дальше так я думаю это открыло дверь и мне нужно теперь бежать к ней оу выход так все все музыка успокойся уже 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 не надо динамичная музыка о стиль уверенно ну можно ли было вот так прыжками нижними о так тут наверное открывает дверь опять скелет о так тихо тихо сделаю вид что их тут нет окей так это наверное пополнялка здоровья полноценная о нет блин это обычная а мне нужно сюда это кнопка которая открывает выход из уровня теперь они оживут мне все ровно а а а а а класс я успел ой я должен был на нее нажать фак ой если на нее нажали тоже это 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 тоже работает все нормально так все окей я погнал отсюда быстрее быстрее все я домой пацаны фу класс так ну я пароль запомнил так что я отсюда продолжу в следующий раз пока выключаю круто блин я не ожидал что она будет настолько как бы playable и с джойстиком гораздо удобнее управлять вот реально из всех игр что я заказал в этот раз об этой я больше всего не жалею в принципе они все классные просто rescue она действительно какая-то не совсем разнообразная насыщенная что ли но это полноценная игра которую по сути именно портировали конвертировали а еще кстати rick dangerous есть в таком ну или да по моему rick ranger ну я не помню как она называется но на sego оказывается rick тоже есть это одна из моих таких любимых игр и я тоже как бы ну хочу чтобы она у меня на картридже появилась это одна из таких планов на будущее пока да пока выключай воу окей я случайно получается остановил запись но там уже оказывается был выход с уровня то есть там на самом деле вот о я перезапустил как раз вот как раз сейчас перепройду еще раз чтобы показать и оказалось что этот уровень очень короткий он является как бы дорогой к следующему к следующей локации там там короче катсцена будет я поэтому хочу ее показать короче тут по-хитру тут надо прийти сюда остановиться потом нажать на эту штуку и теперь еще раз подпрыгнуть и все-таки ранится немного но так теперь подойти прыгнуть и она закроет за мной дверь теперь ну тут легко тут надо пробежать и присесть потому что он стреляет обоими этими штуками это вторая неважно и вот вот это вот тут прикольно вот это внизу это самый настоящий ковер самолет это все-таки ну как бы считая ладин там и все такое и короче если на него сесть сразу то сверху решетка и он не разобьется поэтому нужно сначала открыть решетку нажав эту кнопку сверху туда еще добраться конечно надо просто я хотел именно показать как он улетает отсюда он именно так прикольно садится на этот ковер оу а как ого это же невозможно о может там сверху можно разбить блок неужели нужно падать прыгать а ну о да о как раз подлетился а вот дальше я не уверен тут возможно долететь вообще это слишком высоко о да нормально вот он как раз подлетился и ранился прикольно офф так кто-то может как будто обрушится о нет фуф зон ведет очень ненадежно ааа сюда ли мне у меня нет вариантов ааа прикольно тут некоторые места такие которые как бы он на самом деле не может пробраться то есть нет иллюзии что весь мир для него сделан как бы из-за этого офф ранило ничего о по-моему вот это вот уже мне наверх сейчас а тут шипы так близко а как тут ммм так последняя что же нет все-таки это не пройду зараз я думал что ковер самолет уже готов а ну я хочу сейчас к нему чисто подойти посмотрите как это произойдет если раньше времени на него сесть о а ну так если садишься и он такой фу я такой уа 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 фактически да там решетка ее надо открыть блин офигенно смотрится кстати вот эти вот сверху сталактиты висят и объемность видна фон он реально как фотография немного такая размытая и телевизор выглядит так как должно выглядеть как же там дальше ну ладно я думал что это уже переход на следующий уровень хотел записать чисто транзишн и потом оттуда продолжить запись но пока еще рано для этого так так и так 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 Субтитры подогнал «Симон»